Помощь гражданам в поиске подходящей работы и оказание государственной услуги работодателям в подборе персонала – это по-прежнему ключевые направления деятельности службы занятости населения. В настоящее время на учете в качестве безработных состоят около 300 человек, при этом количество актуальных вакансий – более 400. Уровень регистрируемой безработицы в Угольском муниципальном районе составляет 1,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлых лет уровень снизился. Можно видеть ряд вакансий, которые длительно не заполняются. На это есть ряд объективных причин. Например, в медицине нехватка специалистов высшего и среднего звена. В промышленности требуются специалисты рабочих специальностей, такие как токари, слесари, инженера, фрезеровщики. В сфере образования требуются учителя и воспитателей. Поэтому эти вакансии длительно находятся у нас в базе. Служба занятости оказывает большой спектр услуг. От помощи в составлении резюме и психологической поддержке граждан, до их адаптации на рынки труда и выплаты пособий. Наиболее востребованными в последнее время являются профессиональное обучение и переподготовка. С 2021 года появилась возможность пройти бесплатное переобучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости населения» – национального проекта «Демография». В Угличе этой услугой воспользовались 25 человек. Большинство из них успешно сдали квалификационные экзамены и получили документ об образовании. Я вообще очень долгое время проработала в педагогической сфере, но я решила поменять направление. А в связи с тем, что у нас открылся новый объект, новая аттракция, мне предложили там поработать. Я попробовала свои силы и вот теперь набираю себе команду сильную. Образования у нас специализированного не было ни у меня, ни у других сотрудников, у работников, которые приходили устраиваться в экопарк. Мне нужна, собственно говоря, была переквалификация. Анна Горбунова вместе со своими коллегами прошла обучение по программе «Организация и предоставление туристических услуг», организованная на базе Угличского индустриально-педагогического колледжа. Оказалось, освоить новую профессию не так уж и сложно. Здесь нам преподаватели много различных кейсов показали, которые мы можем использовать. Уже сейчас используем, допустим, к Новому году мы сейчас будем разрабатывать тур новогодний именно благодаря тем знаниям, которые нам дали педагоги. Насколько я знаю, эти курсы сами по себе очень дорогостоящие и не каждый может осилить такую цену. Приятно в том, что это все бесплатно и база сама по себе очень сильная. Так как конкретно людей, работающих в туризме, у нас там мало. У нас в основном работают мастера и экскурсоводы. Мы работаем и с турфирмами, и свои программы новые пишем, и такой опыт нам просто был необходим. Я тоже специалист по туризму. В этом году я как раз-таки закончила. Но что меня удивило на этих курсах, то что здесь было действительно более углубленное изучение трех модулей. Это турагентская, туроператорская и продвижение. И конкретно по продвижению была целая одна хорошая база знаний. Мы работаем в этой отрасли, которая динамично развивается, которая постоянно меняется, которая вносит что-то новое. И вот за этими изменениями нужно следить, нужно стараться идти в ногу с этим временем. Поэтому такие курсы, они необходимы. И, естественно, мы это получили. Мы получили новое знание. В этом году мы обучали 12 человек именно по компетенции туризм. И это были люди из профессии. То есть это люди, которые работают в лакопарке «Легенды леса», в нашем историко-художественном архитектурном музее и в частном музее кожевиного искусства. Они получат по результатам нашего обучения диплом о профессиональной переподготовке с вкладышем, где будут оценки за каждый модуль, который они освоили. Перечень направлений на программы переподготовки составляется на основе текущей ситуации на рынке труда и запроса граждан. Курсы ориентированы на трудоустройство разных категорий населения. Могут обучаться по данной программе не только граждане, состоящие на учете по безработице, но и женщины, состоящие в трудовых отношениях с работодателем и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Женщины, не состоящие в трудовых отношениях с работодателями, воспитывающие детей дошкольного возраста, граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, а также те, кто работает и планирует поменять сферу деятельности, либо улучшить условия труда, учитывая, допустим, уровень заработной платы. Вот среди этих 25 человек 9 – это те, кто не имел работы, либо состояли у нас на учете, либо не состояли на учете, но были людьми, не занятыми трудовой деятельностью. Больше 50%, а если уж совсем быть точным, 55% из них на сегодняшний день занимаются трудовой деятельностью. 4 человека трудоустроились, остальные открыли собственное дело, зарегистрировались как самозанятые. В этом году для жителей Ярославской области было предложено более 200 образовательных программ. Обучение в рамках национального проекта продолжится и в следующем году. Подать заявку можно на портале «Работа в России», а затем встать на контроль в Центре занятости населения. Если самостоятельно сложно определиться с выбором программы обучения, можно обратиться за помощью в Центр занятости и получить услугу по профессиональной ориентации. Продолжение следует...